Всем привет! Сегодня сделаем расклад, в котором посмотрим, насколько высока вероятность перемен в вашей судьбе. Перемены, которые входят в вашу жизнь. Что произойдет нежданно, негаданно и изменит привычную вам реальность? Перемены, которые входят в ваше пространство и которые вас удивят. Удивят. Итак, что входит в ваше пространство? Семерка Пентакли. Прошу прощения, шестерка Пентакли. Так, карта не очень хорошо видно, но буду стараться показывать поближе. Шестерка Пентакли. Карта финансового благополучия. Карта каких-то успешных начинаний, начало пути, начало дороги. Какой-то старт будет довольно-таки успешным для вас. Давайте будем смотреть более подробно, что здесь. Семерка Мечей карта. Умеренность. Умеренность. Рыцарь Жезлов. Карта Умеренность говорит о том, что сейчас, возможно, вы склонны торопить время. Но этого не стоит делать. Вам, конечно, хочется побыстрее что-то реализовать. Но на данный момент у вас не то чтобы дорога закрыта, а, наверное, как будто не время еще. Просто еще не время для больших перемен. У вас и так сейчас жизнь меняется. Вокруг вас энергия циркулирует как поток, такой живой поток. Причем карты все хорошие выходят, да, ни одной негативной карты здесь нет. Да, пространство чистое. Карта Дурак, нулевой аркан. Чистое пространство. Сейчас нет негатива или такого количества негатива, как, например, у вас было когда-либо. Но еще не время для больших перемен. Еще не время для покорения каких-то новых вершин. Вы стоите пока на пороге каких-то крупных изменений, да, такое промежуточное время, где вы, ну, пока еще только готовитесь принять то, что входит в вашу жизнь. Ну, а, может быть, и вовсе не подозреваете о том, что что-то будет меняться. Рыцарь Жезлов, карта перемен, карта каких-то ситуаций, обстоятельств, в которые буквально врываются в ваше пространство. Карта хорошая, потому что она несет с собой позитив. Чистые, позитивные, активные энергии. Это движущая сила, которая будет способствовать вашему росту в будущем. Будет способствовать реализации ваших дел. Будет способствовать в целом вашему становлению какому-то, да, новое становление идет. Здесь вас как личности где-то на новой дороге. Сегодня, скорее всего, вам не очень легко дается движение по этой дороге. Но будущее ознаменуется для вас достижением цели, безусловно. Просто надо подождать. Подождать немного, буквально месяц-другой, и действительно ситуация сдвинется с мертвой точки. И действительно вы увидите результаты. И действительно начнется движение. Будет что-то реализовано. Достигнуты какие-то моменты, которые являются сегодня для вас проблематичными, застойными. Ну, вы сталкиваетесь, конечно, по семерке мечей сегодня с большим количеством обмана. Да, присутствует... Да, присутствует... Ну, карта такая, она не совсем негативная, да, в окружении хороших карт. Смягчается ее негативное воздействие. Ну, скажем так, понятно, что есть непонимание вас со стороны вашего окружения. Есть зависть какая-то, такая легенькая, легенькая зависть. Не черная зависть, просто легенькая зависть тех людей, которые видят, как вы себя ощущаете на пороге новых перемен. И, знаете, вот посторонние люди ведь зачастую лучше нас знают о том, что нас ждет, потому что они лучше нас чувствуют. Со стороны оно же виднее. Мы иногда сами не подозреваем о тех переменах, которые грядут. Не замечаем порой энергетических вот этих движений, которые вокруг нас. Не видим перемен, да, не ощущаем их. А чужие люди, они очень хорошо это видят. Когда у кого-то на пороге удача, когда у кого-то потихонечку налаживается жизнь, дела, входят в привычное русло. Это все очень заметно со стороны. Я же говорю, да, вы не замечаете, а кто-то замечает. Окружение ваше замечает. Может быть, даже вам уже делали комплименты, что вы стали лучше выглядеть в последнее время. Да, что вот как-то вы себя спокойнее стали ощущать в новом пространстве. Люди это замечают. Люди замечают кардинальные изменения в вас тогда, когда вы можете, в принципе, не замечать особо этих перемен. У вас в жизни действительно здесь будет движение. И движение очень такое активное, энергичное. Но через какое-то время, через месяц где-то примерно, три недельки, четыре, как-то так. Да, видите, вот здесь вот дела ваши начинают движение. Что-то реализовывается, что-то завершается, что-то начинается. Процесс идет, рабочий процесс. Королева Жезлов. Ну, вы будете в своем пространстве королевой. Вы будете определять свое движение, направление. И будете определять направление этого процесса, этого проекта, который имеет все шансы на реализацию. Ну, вы вынуждены, конечно, по королеве мечей быть иногда и жесткой, и принципиальной. Да, проявить характер, где-то придраться к чему-то. Ну, для того, чтобы вот этот проект, который вы задумали, смог принести вам максимально положительные результаты. Перемены, которые вас удивят, давайте, в этой ситуации, в этом проекте. Ну, все изменится кардинально. Вы сейчас, возможно, просто планируете какой-то проект, совсем не подозревая о том, насколько он серьезно изменит вашу жизнь. Карта смерти — это серьезные изменения, это трансформация, когда человек, ну, уже никогда не будет прежним. Вы никогда не будете прежней личностью. Карта смерти, она про маленькую внутреннюю смерть. Мы все рано или поздно подходим к той черте, когда нам нужно, просто необходимо бывает, внутренне умереть, чтобы возродиться в новой жизни. Чтобы родиться для более счастливого будущего. Вот такое время вас ожидает. Это будет кардинально новая жизнь. Это новое окружение, это новое пространство, это новые энергии, новые цели, задачи, новые стремления. Это вы новая или вы новый. Человек, который возродился, чтобы оставить прошлое там, где ему и должно быть. Вы разорвете все привязки с прошлым, с прошлой жизнью. И настолько погрузитесь в новые энергии, что вам просто не захочется больше оглядываться назад. Уйдет тоска по прошлому. Будут отсечены все люди, которые приносили вам только боль, разочарование. Вы будете совершенно новым, жить с новым ощущением себя. И стремиться преобразовывать свое пространство, делать жизнь лучше. Делать жизнь лучше. Здесь такой эгоизм в вас просыпается. Хороший, здоровый эгоизм, когда вы цените себя, когда вы любите себя, когда вам ценно то хорошее, что рядом с вами. И вы будете стараться поддерживать этот баланс, чтобы только хорошие, чистые, положительные энергии были в вашем пространстве. Насколько много было негатива в прошлом, настолько же вы теперь будете тщательно следить за тем, чтобы не повторилась прежняя жизнь, прежний сценарий, чтобы вновь не проигрался. Что вас удивит? Вас удивит легкость, с которой вы от чего-то уйдете, откажетесь, что-то оставите. Даже сами будете удивлены тому, насколько вам комфортно в новом пространстве и насколько вас здесь все устраивает. Вы, возможно, долгое время себя как-то соотносили с прошлым, тешили себя надеждами на то, что когда-нибудь вы в это прошлое вернетесь. Вы верили в то, что прошлое или что-то из прошлого, какие-то моменты отдельные возродятся в будущем. Но поскольку этого не произошло, то вы начали новую жизнь или очень скоро начнете. Вот сейчас на пороге этого стоите. И с легкостью отсечете все ситуации болезненные, которые были в прошлом. Все то, что не сбылось, все то, что осталось нереализованным, каким-то застойным, все то, что стало преградой к вашей удаче, это все легко вами будет преодолено, принято и, в общем-то, трансформировано в новую жизнь. То есть те энергии, которые в прошлом вам не удалось реализовать, вы трансформируете их на построение будущего, на преобразование своего нового пространства. Что вас удивит еще? Император. Возможно, здесь человек какой-то появляется. Но степень важности по карте императора вы можете себе представить. Человек очень важный, человек по судьбе, человек, который не просто так входит в вашу жизнь. Он что-то несет вам. Каждый человек, который приходит в наше пространство, что-то для нас несет. Какие-то знания, какой-то опыт. Новый человек в нашем пространстве – это всегда способ познания новой реальности. Вы откроете через этого человека мир по-другому. Тему отношений, возможно, между мужчиной и женщиной вы откроете по-другому. Очень важный человек входит в ваше пространство, судьбоносный человек. Тоже удивитесь, насколько он вам подходит по энергиям, по интересам, еще по каким-то аспектам жизни. Так бывает. Встречаешь человека и понимаешь, что вам не нужны слова. Вы просто понимаете друг друга с полуслова, по взгляду. Вы чувствуете друг друга на расстоянии. Вот такой человек встретится и вас очень удивит набором своих энергий, набором своих качеств, масштабами своей личности. Император – такой человек, который не живет наполовинку. Он не живет наполовинку. Он человек масштабного плана. Если он ставит цели и задачи, то это, как правило, цели и задачи глобального плана. И он стремится их достичь. Он целеустремлен. Он очень стабилен. Это не тот, кто будет держать вас в подвешенном состоянии, кормить обещаниями. Это очень стабильный человек, которому самому очень важна стабильность и постоянство. Духовные вещи очень важны для него. И он будет, конечно, требовать этого от вас. Ну как требовать? Ожидать от вас будет. Надеяться на то, что вы тоже ему сможете дать то, чего он хочет. Вас удивит какой-то новый проект в вашей жизни, который вы сегодня не планируете. Вот здесь вот планируете какой-то проект, но здесь совершенно другое какое-то дело. Другой проект, который сегодня пока вы почему-то не рассматриваете. Но это, скорее всего, будет иметь возможность реализоваться. Что это за проект? Давайте-ка уточним. Тут, скорее всего, там, где у вас застой, да? Какая-то ситуация, жизненные обстоятельства, где у вас сейчас застой, где нет продвижения, где вы как вот в плену находитесь, да? Вы вынуждены смиряться с чем-то. Здесь вот идёт как бы преобразование вашего пространства в этом плане во что-то новое, в какое-то движение. Это выход из застоя, это выход из зависимости каких-то. Может быть, тема зависимых отношений здесь для кого-то актуальна. Может быть, какая-то ниша есть, которую вы не решаетесь оставить. Да, здесь застой, здесь как вот человек залёг на дно и не знает, что делать. Это смирение с обстоятельствами. Это ощущение раба, когда ты подчинён какой-то системе, правилам игры. Ты не можешь выбраться из этого при всём своём желании. Здесь жизнь вас удивит каким-то поворотом приятным, даст вам в руки ключ, который поможет вам открыть дверь, новую дверь и там начать что-то планировать, разрабатывать какой-то новый жизненный проект. Что вас ещё удивит? Удивит правосудие, карта мощная. Вот у меня прям мурашки идут по телу. Когда выходит карта правосудия, но в рамках, конечно, будущего, она говорит часто о том, что всё-таки возмездие будет. Мы, как правило, все имеем какой-то определённый груз, несем его из прошлого, и нам хочется, что греха таить, возмездие. Нам хочется, чтобы наши враги, люди, которые причинили нам боль, которые разрушили какие-то аспекты нашей жизни, получили по заслугам. Карта правосудия говорит, что очень возможно, что это будет. Но пройдёт достаточно много времени. Я всегда говорю, что суд Вселенной не нужно ожидать вот прямо здесь и сейчас. Часто это годы. Несколько лет, как правило, то есть определённый цикл должен пройти перед тем, как свершится возмездие. А давайте откроем эту карту и посмотрим, что же она таит в себе. Что за возмездие вас ждёт? Ну вот людям, которые, да, противостояли. Либо вы противостояли каким-то людям. Люди, которые вот машут палками, жезлами. То есть это недовольные, это завистники. Это кто-то, кто не давал вам жить спокойно. Это кто-то, кто перешёл вам дорогу где-то. Какая-то нездоровая конкуренция. Какая-то подлая игра. Подставы, обманы, интриги. Вот это социум жизни, которого основано вот на вот этих принципах выживания. Да, люди же для чего плетут вот эти интриги? Для чего лгут и играют эти подлые роли? Ну, для того, чтобы оставаться на высоте, для того, чтобы не потерять свою стабильную нишу. Здесь вот люди из вашего пространства, либо настоящего, либо из прошлого будут подвержены каким-то... Суду будут подвержены Вселенной, да, и каким-то, возможно, жизненным испытанием кармическим. Ударить может по здоровью, ударить может по семейным ценностям, по детям очень часто, да. То здесь будут какие-то удары судьбы у ваших товарищей, которые очень долгое время могли быть на троне, да. То есть они сделали вам подлость, они вас выбросили из вашего пространства, они могли разрушить какие-то моменты, аспекты вашей жизни, и долго на осколках ваших потерь строить себе будущее, да. То есть они долго были на троне, эти люди, но, знаете, долго это не значит всегда. Здесь настаёт время падения их, настаёт время разрушения их планов. Недолго они тут радовались, да, недолго музыка играла. Они будут вынуждены покинуть то удобное пространство, за которое так долго боролись. Они, повторюсь, какое-то время были в этой нише и радовались успехам, радовались тому, что они вас выбросили из этого пространства, да, ликовали от вашего падения, но, знаете, вот такое ощущение, что оно того не стоило. Вот все их старания по отношению к вам, чтобы вас сбросить, обидеть, унизить, уязвить как-то, оно по итогу им дало лишь какой-то момент, момент, когда они смогли себя почувствовать на троне. Потом снова падение, потом снова падение. Но это закон Вселенной. Если ты на трон взобрался нечестным путём, ты всё равно оттуда будешь свергнут. свержение с трона идёт неких людей, которые долго портили вам жизнь. Карта Луна. Что удивит вас по этой карте? Ну, по этой карте удивит вас, конечно, что-то, что станет явью, возможно. Тут на поверхность что-то выходит. Видите, и правосудие у нас, и Луна. Возможно, что-то вы узнаёте, причём совершенно случайно. Открывается какая-то тайна. Открывается суть происходящего. Какая-то давняя история, наконец, выходит на поверхность. Удивитесь тем обстоятельствам, тем фактам, которые станут очевидными вдруг. Вдруг. Очень неожиданно. Чему удивитесь ещё в будущем? Ну, вот смотрите, тому, как справедлива судьба, насколько всё грамотно, правильно. Потому что здесь восьмёрка мечей выходит. И эта карта, ну, говорит, конечно, о том, что, с одной стороны, вы прошли какой-то сложный период жизни, и вы вот жили долго с таким ощущением связанных рук-ног, с ощущением несвободы, слепота какая-то, да, просто принятие тех обстоятельств, в которых вы оказались. Безысходность, опущенные руки, отчаяние. А теперь враги будут в этом состоянии. Вы будете понимать, что роли меняются. Это справедливо. Вас удивит тот факт, насколько это справедливо. Насколько точно к ним прилетает то же, что и вы. Вот что они вам сделали, то и сами получают. Вот так. Удивит вас вот этот факт, да, насколько всё это закономерно. То есть для вас откроются моменты вот такой жизненной, философии, да, когда мы ощущаем, что наши враги получают по заслугам, мы задумываемся о таких высокодуховных вещах, как законы мироздания, как законы Вселенной, как справедливость, бумеранг, высший суд, да. То есть здесь обстоятельства будут такие происходить, которые заставят вас серьёзно задуматься и понять, даже на себе прочувствовать, что такое законы мироздания, да, как совершается в жизни справедливость. Что ещё удивит вас? Что удивит вас? Какая-то дорога неожиданная. Неожиданное движение к новым горизонтам, какое-то направление новое. Видите, сколько много у вас будет проектов, сколько планов, сколько дел, сколько новых возможностей. И везде открытые дороги. Везде открытые дороги. Что запланировал, то ты можешь воплотить в реальность. У тебя есть для этого всё. Ну, будет для этого всё, однозначно. Стремитесь к новым вершинам. Стремитесь познавать жизнь. Кто-то устремится к новому союзу, да, к построению новых отношений. Кто-то переедет, и это будет кардинальная смена привычных ценностей, привычных убеждений, привычного мира. Ну, ещё одна карта, посмотрим. И король мечей. Что вас удивит? Ну, какой-то человек. Человек, который, возможно, долгое время проявлял себя как? Как-то жёстко, твёрдо, может быть. А может быть и так, что вот удивит вас кто-то принятием своего решения. Вот вы долгое время ожидали принятия решения от человека. Действия ожидали, конкретики ожидали. А он не проявлял себя таким образом. А тут проявляется вдруг. Своим решением каким-то вас шокирует, удивляет очень сильно. Своей какой-то очень чёткой позицией. Ну, с одной стороны, этот человек, конечно, проблематичный для вас. Личности мечевые, они сложные, такие очень закрытые, как правило. Не сразу их можно понять, узнать, что за человек. Но при этом люди всегда с богатым внутренним миром, с интеллектом, которые мыслят, которые думают, которые строят планы, которые живут по плану, умеют планировать свою жизнь. Неплохие стратеги, да, человек неплохой стратег. Сложные отношения у вас, но шанс, я поясняю просто картой, шанс у вас будет однозначно что-то начать с нуля. У кого-то прошлые отношения здесь возобновляются. Реально возобновляются отношения. И человек, наконец, определяется. Он принимает долгожданное решение. Он, наконец, действует так, как вы от него когда-то ждали. То есть дождетесь действий, дождетесь принятия решения, дождетесь активности. Ну вот такой расклад. Надеюсь, что информация была вам полезной. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова